Ну вот, с вашей последней премьеры, этот альбом называется «Жить вопреки» прошло уже шесть лет. Да, шесть лет. Маргарита Пушкина успела уже плотно поработать над своим проектом, даже создать целую рок-оперу. А что происходило в жизни группы Кипелов в это время? За эти шесть лет? Да. Ну, мы гастролировали, мы готовили материал к следующему альбому. В основном, как бы, вот это время было занято поиском новых тем, песен, но в основном это были гастроли. То есть мы достаточно плотно работали. Но последний год, правда, мы подсократили, поскольку помнили, что очень тяжело сочетать активную гастролевую деятельность с работой над альбомом. А удалось как-то иначе взглянуть на музыку, на процесс ее создания? Мне сложно сказать. Сложно, поскольку, ну, наверное, мы меняемся. Здесь, может быть, что-то у нас меняется. Единственное, что я могу сказать, мы отказались от каких-то моментов, что записывать треки у себя на базе, на репетицию. Чем мы раньше грешили. Поэтому решили пойти по пути того, что именно вот если записывать что-то, надо делать по максимуму. Поэтому все, что мы записали, было записано на Мосфильме. И вокал, в том числе. Я не люблю, правда, писаться где-то. Предпочитаю все-таки такую более интимную обстановку. Ну, мне понравилось, я съездил, мне понравилась атмосфера, оборудование, которое мне предложили. Потому что у нас такого не было оборудования. Меня, честно говоря, на самом деле это порадовало. Потому что вот эти гитары, которые звучат как трактора, мне, честно, не раздражают. И поэтому я бы не сказал, что там что-то такое сильно изменилось. Какие-то имена. Я, правда, что не очень слежу за тем, что там происходит. Никаких там открытий не происходит. Новых Deep Purple Led Zeppelin не появляется. Это точно, абсолютно. Ещё что-то ждёшь от старичков, которые что-то там выдают. Вот Эли Скупер там новый альбом. Или Black Sabbath там последний, там, тринадцатый был их альбом. Вот всё. А другого, да, классно, модно, супер. Но откровения нет. Мы не будем уподобляться старым ворчунам. Нет, нет, нет. Аудитория совершенно разная. И есть масса народа, которые слушают экспериментальную музыку. Вот того же самого Сио Уилсона. Потрясающий гитарист. Очень интересные проекты. Есть фанаты этого. Я понимаю, Рит, но нет тех песен, которые грели бы душу. Я отношусь к музыке. Один критерий у меня. Цепляет меня это. Чё-то дёргает внутри. Вот таких песен я больше не слышу, к сожалению. Но вот сейчас вот новый альбом, да? Там вот есть такие песни с твоей точки зрения? На нашем альбоме. На вашем, да. Я считаю, что есть. Есть. Мы сейчас поговорим вот о песне «Ледяной дождь». Как создавалась она? В принципе, если честно, подходить к этой песне, говорить о ней об истории её. В общем, она должна была выйти ещё на альбоме «Жить упреки». То есть сколько? Шесть лет назад, да? Шесть. Поэтому у неё очень непростой путь, непростая судьба. И даже эта песня в своё время была... Называть её, так сказать, своими именами вещи. Она была даже проклята, скажем так. Заколдована. Она неправда. Она заколдована. Ну, было проклятие наложено. Да. Я не хочу говорить, кто это сделал, но... Значит, шаман один сделал. Да, была такая история. Сказали, пока вы не заплатите мне денег. Был такой эксперимент. Мы попробовали, значит, написать текст к этой песне с другим поэтом. Я, правда, к этому не прикладывал руку. Я попросил ребят параллельно просто сделать. Ну, попробовать мало. Может, что-то получится. Потому что как-то мы так застопались тогда под над работой. Поэтому песня должна была ещё выйти тогда, да, мы даже записали её. Вот, песня непростая на самом деле. Долго мы к ней как бы шли и так, и так. Я посчитал, ну, я не знаю, где-то, наверное, не соврать, вариантов 25 я насчитал на эту песню. И никак что-то не складывалось. Ощущение моим с текстом. То есть это не такой простой вопрос. Почему нас спрашивают, почему так долго, почему? А то вот как бы мы достаточно требовательно и принципиально относимся к той, чем мы занимаемся. В том числе и клирики. Это, я считаю, что это неразрядная часть музык и лирика у нас, по крайней мере. Вот как бы такая непростая история этой песни. И сама идея возникла. То есть был реально «Ледяной дождь». Я не помню, какой это был, наверное, десятый год далее. Я проснулся. Было позднее ночь или раннее утро, даже не знаю, как. Вот открыло окошко. Был очень сильно изумлён, когда увидел вот эти согнувшиеся деревья, которые просто своими вершинами были приморожены к асфальту. Ну, и какая-то апоглиптическая совершенно сцена была. Ну, да. От себя я добавлю, что в одном из вариантов было конкретное описание вот той ночи, когда случился «Ледяной дождь». То есть вот эти вот, когда ехали троллейбусы, и мы сначала не могли понять, в чём дело. Искрились вот эти вот провода, и получалось, что как бы в воздух искрится. Вот. И там были такие строчки. Искрился воздух в сумраке ночном. Да, да, да. Скользяя, боясь упасть. Да, да, да. И вот человек шёл. Не поднимая к небу глаз, пошёл навстречу, если не надо. Вот. Вот то, что не вошло в окончательный вариант. Спасибо. Новый альбом называется «Звёзды и кресты». Здесь по одноимённой песне это название получил альбом, или всё-таки есть какой-то определённый смысл, почему ты именно так его назвал? Были разные предложения. Вот Рид очень хотел назвать его «Жажда невозможного». Красивое название, но мы уже как-то остановились на «Звёзды и крестах». Альбом неконцептуальный, в принципе. Вот если была бы концепция такая, да, то, может быть. Вот мы, значит, на тему спорили, и ребята-музыканты тоже предлагали какие-то другие названия. Но есть как бы традиция у многих групп, играющих в такую музыку, они, как правило, альбом называют поп-первые песни. Даже если этот альбом неконцептуальный, вот, к ней было написано интро к этой песне, и сама как бы песня такая первая, как бы, мы посчитали, ну, вот, она должна быть. И очень хотелось бы как бы рассказать историю о том, что сейчас много дебатов о том, кто-то принимает, говорю, наше прошлое социалистическое, кто-то говорит, что всё это было жуткое какое-то кошмарное время, что вот Россия до и позже, после распада Советского Союза, вот та Россия, которой они всегда грезили и мечтали, вот. Нам очень хотелось сказать, что мы принимаем свою страну, свою родину и со звёздами, и с крестами. То есть мы ничего не отрицаем, это всё наша история. И поэтому вот это вот такая песня.